В техникуме имени Гагарина открылся образовательно-производственный центр. Теперь студенты смогут применить теоретические знания на практике. О новом оборудовании кластера и новых возможностях в сюжете Богдана Колесникова. Весной техникум выиграл федеральный грант в размере 100 миллионов рублей на создание кластера авиастроения. Сейчас уже создан и оснащен современным оборудованием образовательно-производственный центр, лаборатория и шесть высокотехнологичных учебно-опытных участков. Всё верно. Сейчас отворачиваешь, потом после этого промываешь и устанавливаешь на место. Роман Беландинов обучается специальности эксплуатации беспилотных авиационных систем. Сейчас третий курсник обслуживает двигатель внутреннего сгорания, который после диагностики будет стоять на беспилотнике. Здесь у нас многому учат, дают большие возможности с этим. Выступали на соревнованиях. Спасибо нашему техникуму. Нас подготовили к ним на чемпионате России по внешнему пилотированию беспилотников. И вошли в топ-10. При появлении нового лаборатории оборудования, которое у нас появилось, я бы взял реванш на чемпионате России. Потому что теперь, возможно, подготовиться намного лучше и намного продуктивнее будет работа. Здесь у нас ребята учатся эксплуатировать как беспилотные летательные аппараты, так и летательные аппараты традиционной авиации. Они занимаются техническим обслуживанием, предварительно изучают эти предметы и далее начинают работать руками. Это, по сути, парк троллинг для коптера. У нас здесь есть демномер, который будет пределять на стоянные препятствия и срабатывать. А это производственный участок для изготовления и ремонта деталей беспилотников из полимерных материалов. В первый учебный день студенты уже проявляют интерес к будущей профессии. Только что поступил на данную специальность, то есть эксплуатация беспилотных авиационных систем, потому что друзья посоветовали, а также был у меня опыт в данной сфере. Я хочу научиться 3D-моделированию, а также хочу научиться летать на беспилотниках. Конкретно в данной лаборатории у нас используется 3D-печать, также в изготовлении на фрезерных станках с ЧПУ оснастки. В первую очередь для изготовления рам беспилотных летательных аппаратов, узлов полезной нагрузки, а также для восстановительного ремонта различных элементов и узлов. Ребята смогут научиться моделированию этих узлов и деталей, изготовлению, финишной обработке, сборке. То есть мы здесь можем осуществить полный цикл производственной ремонта узлов, либо изготовления дополнительных узлов. В Люберецком техникуме имени Гагарина 375 первокурсников. Из них большая часть будет углублять практические знания в новом образовательно-производственном кластере. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. Денис за третий имя Гагарина 275 первокурсников. Прин High-ландova армия 275 первокурсников. Да то киринская третий имя Гагарина 375 первокурсников. Продолжение следует...